Статья называется «Ментализм и эпистемическая прозрачность». Ну, в общем, давайте начнем с того, что такое эпистемологический ментализм, собственно говоря, потому что достаточно известно понятие ментализма именно в рамках философии сознания. А что такое эпистемологический ментализм? Ну, вроде как, не самое распространенное, по крайней мере, для меня лично было словосочетание. Ну, вот как выяснилось, в рамках эпистемологии, аналитической, естественной эпистемологии, такое понятие тоже используется. Ну, и вот давайте посмотрим, что нам автор предлагает понимать под этим самым эпистемологическим ментализмом. Вот как я на слайде сформулировала, то есть эпистемологический ментализм – это такая позиция, согласно которой ментальные состояния агента определяют свидетельство агента и, следовательно, определяют, о каких пропозициях агент может иметь обоснованные убеждения. Не знаю, насколько удачный выбор мой перевода «Evidences» как свидетельств, но вроде как ничего другого я не встречала. Поэтому, видимо, вот когда в рамках моего доклада будут встречаться свидетельства, то вот речь идет об этих самых «Evidences». И фактически в рамках традиционного эпистемологического ментализма проводится разграничение между… Вообще в рамках обычной даже эпистемологии проводится разграничение между нефактивными ментальными состояниями и фактивными ментальными состояниями. То есть фактивные – это те, которые требуют истинности пропозиции, нефактивные, соответственно, истинности этой не требуют. То есть можно… Если мы знаем, что Пи, то, соответственно, Пи обязательно должна быть истина, иначе мы не знаем. А если мы просто убеждены в том, что Пи, Пи может оказаться ложным. На наши убеждения это никак не сказывается. Ну и плюс еще вот один тоже такой классический пример, иллюстрирующий разницу между фактивными и нефактивными ментальными состояниями. Это пример со зрением, с наблюдением. То есть если наш агент видит, что Пи – это, опять же, фактивное ментальное состояние, потому что необходимо, чтобы Пи действительно было. Чтобы, в общем, было истинным некоторое положение дел, в котором это что-либо находится, какой-либо объект. Ну и, соответственно, тогда мы можем говорить о том, что агент его видит. А если агенту только кажется, что он видит, что Пи, то, соответственно, Пи на самом деле может и не быть, но из-за этого с агентом ничего не случится. Ему как казалось, так и кажется. Соответственно, тут всяческие иллюзии, галлюцинации и прочее. Ну и вот в рамках эпистемиологического ментализма свидетельства агента определяют именно нефактивные ментальные состояния. То есть такая традиционная точка зрения. Уильямсон, который, в общем-то, пытается перевернуть, грубо говоря, с ног на голову всю эпистемологию, с его вот этим вот подходом о том, что знание – это более базовое, более фундаментальное понятие, нежели убеждение истинное и обоснование. И, соответственно, поэтому подход его, то есть knowledge first, иногда вроде как его переводят как знание вперед, сначала знание и так далее. Но я думаю, что понятно, о чем идет речь. То есть мы сначала должны объяснять не знание в терминах убеждения, обоснования истины и еще какого-то, например, дополнительного условия, а наоборот, мы должны убеждение, обоснование истинное и прочее объяснять через понятие знания. Ну и вот фактически это как раз-таки связано с тем, что знание с точки зрения Уильямсона является все-таки ментальным состоянием, и оно является фактивным ментальным состоянием. Давайте посмотрим, с чем вообще возникает проблема. Проблема возникает следующая. Традиционно, опять же, если мы берем вот эту традиционную эпистемологию, в которой свидетельства агента, они… Вот это самый картезианский миф об эпистемической прозрачности. Собственно говоря, Уильямсон так его и формулирует, это вот его формулировка из книжки. И, соответственно, вот традиционная эпистемология – это чаще всего как раз-таки именно эпистемология, на которую навешивается ярлык картезианской. И вот согласно этой традиционной эпистемологии картезианской свидетельства агента, они являются прозрачными для него самого. То есть под этим имеется в виду, что агент всегда способен знать, ну или он всегда находится в позиции для знания, для того, чтобы у него имелось знание, о том, какие пропозиции фактически составляют его свидетельства. Ну, то есть тут опять же, думаю, видна все вот это вот классическая картезианская идея о том, что ментальные состояния агента прозрачны для него, ну и, соответственно, отсюда же вытекает вся вот эта проблема знания о себе и так далее. Ну и вот, собственно говоря, возникает следующее рассуждение о том, как доказать, что все-таки мы должны выбирать в пользу фактивного ментализма, ой, точнее, наоборот, в пользу нефактивного ментализма и против, соответственно, фактивного ментализма. То есть утверждать, что, как уже было сказано, что ментальные состояния, которые определяют свидетельства агента, это не фактивные ментальные состояния, а нефактивные ментальные состояния. Ну и вот, фактически, Смисис нам тут предлагает следующее рассуждение, что все свидетельства агента являются прозрачными для него самого, ну а то вот фактически выражение этой самой картезианского мифа об эпистемической прозрачности. Затем у нас есть посылка о том, что ментальные состояния агента определяют свидетельства агента. Ну, фактически, вот эта посылка является выражением позиции ментализма. Дальше у нас появляется посылка о том, что если все свидетельства агента прозрачны, то и, соответственно, все ментальные состояния, которые их определяют, они тоже являются прозрачными. Дальше по определению того, что значит быть нефактивным ментальным состоянием, мы вводим посылку о том, что все прозрачные ментальные состояния, ну, точнее, все, ну да, все правильно, все прозрачные ментальные состояния – это и есть нефактивные ментальные состояния. Ну, и из этих трех посылок мы приходим к выводу о том, что все ментальные состояния, которые определяют свидетельство агента, это нефактивные ментальные состояния. Вот такой простенький аргумент, простенькое рассуждение, которое используется сторонниками нефактивного ментализма в рамках эпистемологии. Ну и, соответственно, Уильямсон против всего этого выступает и фактически пытается опровергнуть первую посылку, то есть показать, что несмотря на то, что сама структура аргумента, сама структура рассуждения правильная, в посылках имеются недочеты. Ну и вот, собственно говоря, в качестве объекта своей критики он выбирает первую посылку о том, что свидетельства агента являются прозрачными для него самого. И для того, чтобы показать, что эта посылка, она, соответственно, неверная, Уильямсон предлагает свой аргумент антисветимости. Я думаю, что уже многие слышали в моем изложении этот аргумент. Мне не очень нравится тот вариант, как этот аргумент излагает Smithy. Мне больше нравится в других вариантах его изложения, но, в принципе, раз разбираем эту статью, то, наверное, придется разбираться именно с тем, как он его излагает. Обычно аргументы антисветимости Уильямсона используют, точнее, не используют, а понимают, как аргумент как раз-таки против доказательства того, что все ментальные состояния являются светящимися. Ну и, следовательно, из этого делается вывод о том, что агент не способен знать о своих ментальных состояниях. То есть, соответственно, раз они не светящиеся, то агенту ничего не остается делать, кроме как считать, что доступа эпистемического к этим ментальным состояниям у него нет. Ну вот, в рамках эпистемологии этот аргумент тоже можно, соответственно, использовать, рассматривать. Вот что Смиссис нам здесь в этой статье и показывает. Здесь он, опять же, обращает внимание на то, что необходимо ввести различия, ну и, собственно, Уильямсона это вводит, различия между свойством прозрачности и свойством светимости. Ну и под прозрачностью понимается такое условие, ну то есть мы можем сказать, что некоторые условия являются прозрачными тогда и только тогда, когда агент всегда способен знать или занимать позицию, тут вот сложности с переводом у меня, по крайней мере, возникают, потому что если переводить способен знать, то начинают тут всякие возникать коннотации со способностями и так далее. А занимать позицию звучит как-то не очень с точки зрения русского языка, мне, по крайней мере, как-то слух режет. Ну, поэтому я так как-то в скобочках поставила, чтобы было видно два варианта. Ну и, соответственно, если некоторые условия являются прозрачными, то агент всегда способен знать или занимать позицию о том, имеет место вот это наше самое условие C или не имеет. Свойство осветимости, то есть когда мы говорим, что некоторые условия являются светящимися, это значит, ну, лучше оно являет светящимися тогда и только тогда, когда агент всегда способен знать или занимать позицию, что C, когда C действительно имеет место. То есть если это условие имеет место, то агент 100% всегда знает, что вот это условие возникло. Ну, то есть в рамках, опять же, философии сознания, в рамках ментальных состояний обычных, если тоже в рамках философии сознания их рассматривать, все достаточно тоже просто, что вот, не знаю, появилось у меня убеждение о том, что я, не убеждение, желание, что я хочу пойти спать. Соответственно, как только оно у меня появилось, значит, так только я знаю, занимаю вот эту позицию, позиции которой я, соответственно, могу знать о том, что я нахожусь сейчас в состоянии, там, желания пойти спать и так далее. Ну и, собственно говоря, аргумент Уильямсона предполагает, что у нас есть некоторые агенты. Ну, он находится там в комнате, утром просыпается ему сначала холодно, потом постепенно он согревается, и к полудню ему уже становится тепло. Ну, соответственно, вот это ощущение агента, его знание о том, что ему холодно там в 6 утра, условно говоря, и ему тепло или жарко в 12 дня, это фактически у нас является ментальным состоянием, то есть он знает о нем и так далее. И вот Уильямсон фактически пытается показать, что процесс согревания этого агента от 6 утра до полудня, он постепенный и, соответственно, проходит несколько этапов. И с эмпирической точки зрения способности агента разграничивать свои ментальные состояния до каждой там миллисекунды, то есть знать, что там в момент времени Т1 мне типа холодно, в момент времени Т2, который у нас наступает спустя там одну миллисекунду, мне стало чуть-чуть теплее, спустя там еще одну миллисекунду в момент времени Т3 мне стало еще чуточку теплее и так далее, и так далее, и так далее, чтобы к полудню я смог с точностью знать о том, что вот, наконец-то, мне уже стало тепло или даже жарко. На самом деле получается, что у агента, нашего обычного агента, который, мы представляем, некоторого человека, то, соответственно, у него таких способностей нет. Фактически обнаружить разграничение между этими моментами времени, между Т1, Т2, Т3 и так далее, до ТН-ного, у агента не получается. То есть если он в Т1 или в Т0 в 6 утра еще может сказать, что ему холодно, а потом в ТН в полдень сказать, что ему тепло, то вот этот вот процесс согревания, он проходит в какой-то мере незамеченным для него. Ну, а, соответственно, это означает, что раз не в каждую миллисекунду агент осведомлен о том ментальном состоянии, в котором он находится, соответственно, он не знает, какие ментальные состояния у него имеются. Ну и фактически вот если мы считаем в рамках картезианской эпистемологии, в рамках картезианской философии сознания, что ментальные состояния, они у нас светящиеся, то наш агент должен в каждый момент времени, в каждой Т1, Т2, Т3, ТН точно знать, в каком ментальном состоянии он находится. Но, судя по эмпирическим данным, и на основании которых, в общем-то, Уильямсон конструирует свой аргумент антисветимости, получается, что агент у нас не знает свои ментальные состояния. И Уильямсон фактически пытается показать в своем этом аргументе о том, что если мы принимаем все необходимые условия для знания, то оказывается, что наше рассуждение, вот это наша ситуация с постепенно согревающимся агентом, она заканчивается некоторым противоречием, то есть несоответствием. Вот на слайде я перенесла фактически то, как этот аргумент излагает миссис. Вот, соответственно, у нас есть условия светимости, как раз-таки о том, что вот, если C – это светящееся условие, то есть если C имеет место, то агент способен знать, что C имеет место. Это, собственно, следует из определения светимости. Дальше, фактически, аргумент Уильямсона основывается на так называемом пределе погрешности, то есть если агент способен знать, что C имеет место, то C имеет место в каждом близком, ну, или схожем случае. То есть, соответственно, если в T1 агент чувствует, что ему холодно, то в T2, которая наступает спустя миллисекунду, агент, скорее всего, тоже чувствует, что ему холодно, потому что разграничить эти два момента, два вот эти свои ощущения, он практически не может. Слишком маленький период времени, слишком неидеальные способности агента для того, чтобы понимать, в каком ментальном состоянии он находится. И вот из светимости и предела погрешности Смиссис утверждает, что Уильямсон также фактически в своем аргументе использует посылку переносимости или толерантности, не знаю, тут как лучше тоже перевести, то есть если C имеет место, вот это наше самое условие, то тогда C имеет место в каждом близком или схожем случае. Опять же, тут это связано с вот этим самым пределом погрешности. Ну и, соответственно, если мы полагаемся на вот эти три условия, на светимость, предел погрешности и переносимость, то тогда мы должны построить такой аргумент вслед за Уильямсоном, согласно которому, если мы с каждым шагом, с каждой миллисекунды будем, утверждать, что наш агент способен знать, что C имеет место, значит, C имеет место в каждом случае, и следующий случай в Т2, в Т3 и так далее, он будет этим же самым близким или схожим случаем. Так мы дойдем до ТН-ного и все время будем говорить о том, что агенту холодно. Но фактически по условиям ситуации, которую задал Уильямсон, в полдень агент должен ощущать тепло, то есть он должен согреться. Но фактически получается, что мы приходим в некоторое... Ну, не противоречие, я бы сказала, ну, в общем, в такую некоторую сложную ситуацию. И вот... Фактически вот эта ситуация у Уильямсона, ну, не у Уильямсона, а с Миссисом, она выражается вот в четвертый пункте о постепенном изменении. То есть у нас существует ряд схожих случаев, которые начинаются со случая, в котором C имеет место. То есть это вот это самое Т-нулевое или Т-первое, когда агент просыпается и чувствует, что ему холодно, и заканчивается случаем, в котором C не имеет места. То есть, соответственно, когда у нас ТН-ное, полдень, и агенту уже тепло. То есть ощущение холода у нас места не имеет. И, соответственно, раз мы приходим к противоречию некоторому, ну, соответственно, есть какая-то проблема с какой-то из посылок. Ну, вот Уильямсон, собственно говоря, и говорит, что проблема с посылкой осветимости. В общем-то, при помощи сведения к абсурду Уильямсон показывает, что светящихся ментальных состояний или светящихся условий их фактически нет. Ну, его аргумент, он породил, естественно, множество споров, множество дискуссий, и в основном сомнительной большинству философов кажется посылка, связанная как раз-таки с пределом погрешности. Уильямсон считает, что предел погрешности, он следует из принципа безопасности знания. Соответственно, на этом слайде представлен. То есть, когда мы говорим о безопасности знания, речь идет о том, что агент знает, что си имеет место, только если у него, у агента, нет ложного убеждения в том, что си имеет место в каждом близком схожем случае. То есть, фактически, принцип безопасности знания, он должен ограждать агента от совершения ошибки в близком или схожем случае. То есть, это вот одно из условий, которое мы можем добавить к, как оно называется, к трехчастному определению знания как истинного и обоснованного убеждения. Соответственно, истинный и обоснования нам недостаточно. Добавим что-то еще. Вот, добавляем, например, принцип безопасности знания. Ну и дополнительно, Уильямсон полагает, что как раз-таки вот этот самый эмпирический факт ограниченности способности агента к проведению различий. Вроде бы я посмотрела, что в психологии иногда встречается такой термин, как дискриминативная способность агента. Ну вот, наверное, можно тоже так ее использовать. В общем, способность агента проводить различия между какими-то вот схожими вещами. Очень сильно схожими, как в примере Уильямса. Вот этих два момента оказываются достаточными для того, чтобы обоснованно принять посылку о том, о пределе погрешности. Ну и Смисис нам говорит, что существуют две основные стратегии опровержения аргумента Уильямсона. Первая из них, так называемая, атакующая, то есть фактически большая часть, ну, по крайней мере, из того, что я читала, большая часть авторов, которые не согласны с Уильямсоном и хотят его опровергнуть, занимают как раз-таки атакующую позицию. То есть, опять же, критикуются о том, что идея безопасности знания, вообще, ну, в общем, этот принцип не нужно принимать, что предел погрешности это посылка, которая ничем не мотивирована, ничем не обоснована и ни из безопасности знания, ни из эмпирического факта ограниченных способностей агента вывести его нельзя и так далее. То есть, в общем, такая традиционная стратегия опровержения аргументов и рассуждений, указать, что какая-то посылка у нас ложная. Ну и, соответственно, все заключение, все рассуждение уже такой силы иметь не будет. Ну и вторая стратегия, про которую говорит Смисис, это стратегия оборонительная. То есть, мы не спорим с самим аргументом, мы признаем его заключение, само рассуждение верное, все посылки, в принципе, тоже верные, все в порядке, но нужно каким-то образом минимизировать последствия негативные, которые возникают в связи с вот этим самым аргументом. В принципе, можно сказать, что это такая в каком-то смысле промежуточная позиция. Я относительно не скажу, что много встречала, ну, по крайней мере, одного автора встречала, который тоже занимает такую оборонительную позицию и пытается как бы с аргументом согласиться, но немножко его так смягчить. Вот одну из она даже получилась еще одного, действительно, если было про Беркера. Вот, одну из версий оборонительной стратегии, Смиссис, которую рассматривают, это версия Селима Беркера. Он, в общем-то, фактически утверждает, что аргумент антисветимости работает для светящихся ментальных состояний, но не работает для так называемых блестящих состояний. Не знаю, как тоже, опять же, перевести красиво эту люстросити, но я решила ничего тут не придумывать, оставить блестящесть. Разница, опять же, между, в данном случае, между знанием, то есть агент знает или же агент имеет убеждение, но обоснованное, естественно, убеждение. И вот Беркер так или иначе показывает, что аргумент антисветимости не работает для блестящих состояний, даже если он работает для светящихся состояний, то он не работает для блестящих состояний. Связано это с тем, что предел погрешности он соблюдается только для фактивных ментальных состояний, а это у нас знания, но не для нефактивных ментальных состояний, а это фактически у нас обоснованное убеждение. Ну, потому что, опять же, агент может быть обоснованно убежден в ложной пропозиции. В случае знания он не может быть убежден в ложной пропозиции, она обязательно должна быть истинной. И вот, собственно говоря, рассматривая вот эту стратегию версии, стратегию, одну из версий оборонительной стратегии, Смисис говорит о том, что, в принципе, не такая уж это и серьезная проблема, в том, что у нас вроде как бы аргумент работает только для светящихся, но не для блестящих, потому что можно аргумент Уильямсона несколько модифицировать и так, ну, в общем, модифицировать его так, чтобы он начал работать и для нефактивных ментальных состояний, то есть фактически доказать, что с его помощью, с помощью этого аргумента, доказать, что агент все-таки не всегда способен иметь обоснованное убеждение о том, что си, когда си имеет место. Раз Беркер говорит нам о том, что доказать Уильямсону, что блестящие состояния у агента имеются, не получается из-за того, что предел погрешности, посылка, связанная с пределом погрешности, оказывается, не мотивирована, то, естественно, логичный способ защиты от этого возражения Беркера. Соответственно, в общем, каким-то образом попытаться мотивировать или обосновать предел погрешности, эту самую посылку. Ну и вот дальше он представляет определенный способ, как можно аргумент антисветимости Уильямсона несколько модифицировать, в общем, как вывести принцип предела погрешности, и чтобы можно было построить тот же самый аргумент, который применялся и против светящихся ментальных состояний. Я не стала воспроизводить тоже весь аргумент здесь. Фактически, вот раз была проблема с принципом предела погрешности, вот, собственно говоря, нужно каким-то образом его вывести. Уильямсон выводил его из принципа безопасности и эмпирического факта об ограниченности дискриминативных способностей агента, но здесь, соответственно, нужно каким-то образом еще было вывести, мотивировать принцип безопасности и из него, опять же, перейти к принципу предела погрешности. Ну и, в общем, с точки зрения Смисиса ему удается этот аргумент антисветимости Уильямсона несколько видоизменить, модифицировать, обосновать, почему принцип предела погрешности тоже имеет место для обоснованных убеждений агента, а не только для знания агента. И, соответственно, в таком случае аргумент антисветимости Уильямсона работает и против блестящих состояний. То есть, фактически, вот одна из этих версий оборонительной стратегии с точки зрения Смисиса, она успешности не имеет. Ну и вот он предлагает свой контур-аргумент, то есть уже фактически начинает защищать свою собственную позицию через разграничение эпистемической светимости и доксастической светимости. Тут сразу надо отметить, что он параллельно разбирает и светимость, и блестящесть, которую он забирает у Беркера. Ну и, собственно говоря, раз аргумент Уильямсона с определенными модификациями работает и против признания того, что ментальные состояния могут быть блестящими, то, соответственно, все, что истинно для эпистемической светимости и доксастической светимости, истинно и для эпистемической блестящести и доксастической блестящести. И вот он тут вводит, соответственно, пытается объяснить, в чем разница между этой самой эпистемической светимостью и доксастической светимостью. То есть условие Си у нас является эпистемически светящимся тогда и только тогда, когда агент всегда занимает вот эту самую эпистемическую позицию, чтобы знать, что Си, когда Си имеет место, а когда условие Си доксастически светящиеся, агент всегда занимает доксастическую позицию, чтобы знать, что Си, когда Си имеет место. То есть разница вот этих самых позициях, про которые я в самом начале сказала, что возникают вопросы с их переводом, ну вот, в общем, разница в том, какую позицию занимает агент. Эпистемическую позицию или доксастическую. Ну, чтобы, соответственно, избавиться от круга в определении, он пытается объяснить нам, что же это значит, такая эпистемическая позиция и доксастическая позиция. Эпистемическая способность знать у агента. Ну, или фактически мы можем по-другому сказать, что агент находится в эпистемической способности знать или, опять же, иметь обоснованное убеждение, что некоторое условие Си имеет место тогда и только тогда, когда агент удовлетворяет всем эпистемическим условиям для того, чтобы знать, что Си имеет место. Ну, и, соответственно, агент занимает доксастическую позицию для того, чтобы знать, что некоторые условия имеют место тогда и только тогда, когда у агента есть доксастическая способность использовать свою эпистемическую позицию через соответствие доксастическим и эпистемическим условиям для знания. Ну, и вот фактически для того, чтобы понять вообще, о чем идет речь, он приводит, ну, в общем, дает иллюстрацию на примере обоснованного убеждения и на примере, соответственно, знания. То есть убеждение агента обоснованное, считается обоснованным тогда и только тогда, когда оно удовлетворяет и эпистемическим, и доксастическим условиям для обоснованности убеждения. Эпистемическое условие, оно предполагает, что у агента имеется некоторое обоснование для того, чтобы быть убежденным в ПИ, то есть он, ну, фактически, да, у него есть некоторое обоснование. И на основании этого обоснования у него имеется убежденность. И доксастическое условие заключается в том, что агент убежден в том, что пи на основании своего убеждения. И разница теперь, соответственно, со знанием. То есть агент у нас знает, что пи тогда и только тогда, когда он соблюдает фактически два вот этих эпистеми... Ну, то есть одно эпистемическое, второе дексастическое условие. Эпистемическое условие в случае знания – это иметь обоснование плюс быть в безопасности во всех эпистемически близких схожих случаях. То есть фактически это, опять же, остается у нас условие истинные для знания, убежденности в истинной какой-либо пропозиции, плюс обоснование, плюс четвертое условие – соблюдение принципа безопасности знания. и дексастическое условие. Оно, соответственно, у нас оказывается тоже чуть сложнее, чем эпистемическое, что сначала у нас агент должен быть убежден в том, что пи на основании своего обоснования. Так, подождите, у меня какая-то ерунда так написана. Да, он должен быть убежден в том, что пи на основании своего убеждения. Плюс он должен быть в безопасности во всех дексастически близких схожих случаях. То есть если в случае эпистемического условия для знания нам был необходим эпистемический принцип безопасности, то в случае, соответственно, дексастического условия для знания нам необходимо, чтобы агент находился, соблюдался, в общем-то, принцип дексастической безопасности. И фактически из этого следует, что дексастическая позиция, она у нас более сложная для агента, что ли, или, как он там говорит, более требовательная, чем эпистемическая позиция, потому что дексастическая позиция представляет собой эпистемическую позицию плюс еще дексастическую способность агента. Вот он тут использует глагол «использовать» эпистемическую позицию. Ну, наверное, можно сказать, что занимать эту самую эпистемическую позицию вообще, осознавать, без отсылок каких-то к сознанию и так далее. Вот. В общем-то, получается, что все дексастические позиции – это эпистемические позиции, но не все эпистемические позиции – дексастические, потому что нужно что-то еще. Ну, и из этого, опять же, следует, что некоторые ментальные состояния тогда могут быть эпистемически светящимися, но не быть при этом дексастически светящимися. Опять же, требуется что-то еще, чтобы они стали дексастически светящимися. Раз ментальное состояние могут быть двух типов в данном случае, ну, соответственно, аргумент антисветимости Уильямсона доказывает только то, что нет дексастически светящихся ментальных состояний, но не то, что нет эпистемически светящихся ментальных состояний. Соответственно, более строгую, более требовательную позицию аргумент Уильямсона действительно опровергает, а более, как сказать, менее строгую, менее требовательную позицию не опровергает. Соответственно, это нам, ну не нам, а тем, кто считает, что все-таки светящиеся состояния ментальные есть. ну, в общем-то, оставляет им возможность утверждать, что эти состояния действительно имеются. И вот затем Смиссис нам показывает, что мы можем дать три интерпретации аргумента антисветимости Уильямсона. Собственно говоря, доксистическую, эпистемическую и смешанную. Доксистическая интерпретация, она фактически успешная, однако вот действительно она ничего не говорит об эпистемически светящихся ментальных состояниях. То есть действительно аргумент Уильямсона доказывает нам, что доксистических светящихся ментальных состояний нету, но, собственно говоря, эпистемически-то светящиеся могут быть. Эпистемическая интерпретация аргумента антисветимости не оказывается неуспешной, потому что в ней достаточно сложно оказывается соблюсти вот этот четвертый пункт, четвертый аспект, который, аргумент, который был связан как раз-таки вот с существованиями случаев близких схожих, ну вот, в общем, с самой историей аргумента, который Уильямсон задает, что у нас есть момент времени Т0, Т1 до ТН и так далее, и в Т0 условие С у нас имеет место, в ТН условие С у нас места не имеет. Фактически при эпистемической интерпретации отвергать нужно именно четвертую посылку, ну, если можно ее посылкой назвать, ну, в общем, четвертое утверждение. Смешанная интерпретация, она предполагает, опять же, смесь фактически эпистемической позиции и доксистической позиции. Я тут тоже аргумент перенесла, чтобы можно было посмотреть, но фактически смесь с нами говорит, что эта интерпретация оказывается тоже неуспешной, потому что здесь у нас второе утверждение оказывается ложным. То есть из того, что агент занимает эпистемическую, то есть находится в эпистемической позиции, чтобы знать, что С имеет место, не следует, что С имеет место в каждом доксистически близком случае. То есть при эпистемической интерпретации мы из того, что агент занимает эпистемическую позицию, можем сделать вывод о том, что С имеет место в каждой эпистемически близкой ситуации. То же самое мы можем сделать при доксистической интерпретации, но мы не можем этого сделать, когда мы проводим интерпретацию смешанную. То есть эпистемическая позиция к доксистическому, От эпистемической позиции к дексастически близким случаям мы перейти не можем. То есть тут с принципом безопасности, ну да, и в общем-то принцип безопасности знания у нас тогда оказывается немотивирован. Соответственно, можно попытаться опровергнуть вывод Фиссиса о том, что Уильямсоновскому аргументу не удалось доказать, что не существует светящихся ментальных состояний в эпистемическом смысле. Это альтернативная фактически стратегия защиты фактивного ментализма, ну или защиты позиции Уильямсона. То есть мы можем попытаться провести различия между самими видами прозрачности у фактивных ментальных состояний. То есть мы можем сказать, что фактивные ментальные состояния, они прозрачны в эпистемическом смысле, но они прозрачны в дексастическом смысле. И тогда для агента нет никакой разницы между вот этими самыми эпистемическими, эндоксистическими позициями, которые он занимает, и, соответственно, контраргумент с миссиса, он не проходит. Раз разницы никакой нет, то, соответственно, никаких дополнительных интерпретаций быть не может, ничего быть не может, все понятно с самого начала. То есть доказательство того, что у агента отсутствует... У агента отсутствуют светящиеся ментальные состояния в доксистическом смысле. Это то же самое, что доказать, что они у него отсутствуют в эпистемическом смысле. Но он приводит два возражения такой альтернативной стратегии и говорит о том, что мы не можем фактически сводить фактивные ментальные состояния и нефактивные ментальные состояния друг к другу, так как они все-таки отличаются достаточно серьезно. Это отличие связано с тем, что у фактивных ментальных состояний имеются причинно-следственные отношения с теми фактами, результатом, следствием которых они являются, а у нефактивных ментальных состояний таких причинно-следственных отношений нет. Соответственно, это различие необходимо сохранять, а когда мы говорим, что у нас отсутствует разница между эпистемической позицией и индексистической позицией, мы это различие убираем. Ну и, соответственно, второе возражение, которое он приводит, связано с тем, что нам необходимо сохранять различие между эпистемическими идеалами знания и обоснованного убеждения. Это связано, опять же, с тем, что знание – это у нас фактивное ментальное состояние, то есть оно имеет свойство фактивности, оно связано с истинностью какой-либо пропозиции, а обоснованные убеждения у нас фактивными не являются. То есть они могут быть ложными. Ну и, соответственно, краткие выводы для всего из этого. Обосновать истинность фактивного ментализма Уильямсону не удалось, то есть успешно только одна из двух интерпретаций о том, что ментальные состояния агента не являются светящимися в доксастическом смысле, но ничего нам не говорят об эпистемическом смысле, соответственно, аргумент как бы работает не полностью. Второй вывод, который можно сделать на основании этой статьи, что альтернативная стратегия защиты фактивного ментализма тоже неудачна, то есть вот эта попытка сказать, что нету разницы между эпистемической позицией и доксастической позицией, потому что она ведет нас к таким не очень удобным следствиям, которые в результате демонстрируют нам, что разницы между эпистемическими идеалами знания и обоснованного убеждения нет. То есть, в общем, вот эта самая фактивность знания, которую хотелось бы сохранить в отличие от обоснованного убеждения, она исчезает. Ну и, соответственно, нам так или иначе в рамках эпистемологии приходится оставаться в рамках позиции нефактивного ментализма, потому что доказать истинность, обосновать истинность фактивного ментализма, которого хотел Уильямсон, не получилось. Поэтому пока, по крайней мере, в отсутствии каких-либо других аргументов, в отсутствии каких-либо других рассуждений, у нас, ну, в общем, никакого не остается другого выбора, кроме как признавать пока истинность нефактивного ментализма. Вот. На этом все. Если кто-то еще не уснул, то можете задавать вопросы. Спасибо, Оля. Очень интересно. А зачем нам нефактивный ментализм нужен? Извиняюсь за этот вопрос. Ну, Уильямсон бы сказал, что он нам не нужен. Собственно говоря, он это и пытается сделать. Но речь как раз идет о том, что этот самый нефактивный ментализм, это традиционная позиция в рамках эпистемологии, связанная с тем, что вот как вот... Я сейчас вернула на первый слайд. Здесь тем, что вот раз ментальные состояния агента определяют свидетельство, и, соответственно, какие же все-таки ментальные состояния определяют эти свидетельства. Ну, и вот, в общем-то, мы говорим, что нефактивные ментальные состояния, и, соответственно, вот у нас остается этот нефактивный ментализм эпистемологический. А, ясно. Ясно. То есть, ну, как я понял, П маленькая, это стандартная некоторая пропозиция, типа, мне жарко или мне холодно. А, тут А, тут А, тут это субъект обозначен большим А. Да-да-да, то есть это просто агент. То есть агент убежден, что Пи, что там действительно мне жарко, мне холодно, там, не знаю, у нас спутник Земли и так далее. Но меня еще сбило... Есть форма, которая тоже часто встречается. Знает, что Си большое. А вот Си большое – это явно не пропозиция. Вот это можно пояснить? Это ближе к концу где-то было. Си большое фигурировало? Ну, Си – это просто условие. То есть вот когда Уильямсон формулирует свой аргумент антисветимости, сейчас, секунду, я только открою, посмотрю, как... А, подождите, я свернула, да? Так, а если я сейчас сверну, то вам тоже, да, сейчас ничего не видно? Сейчас. Я хотела открыть, прямо посмотреть, как у Уильямсона определяется. Ну, я что-то сейчас не могу сейчас найти. Давно читала, не помню, мне конкретно. Ну, ладно. Но я подозреваю, это какая-то другая категория, чем категория пропозиции. То есть это, скорее всего, что-то по-предикативному. То есть, в принципе, речь идет о том, что у нас фактически, мы же говорим все равно о ментальных состояниях каких-то. Ну, да, да. То, соответственно, если это состояние выполняет условия, вот это самое condition C, которое выходит в эту букву, то, соответственно... Ну, да, 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 допустим, имеется озноб. В данном случае озноб может выступать, как некоторые оси. Но если имеется озноб, то это не значит, что мне холодно. А мне холодно – это π маленькое. Ну, имеется нечто. Я могу объективировать... Мы так и делаем в отношении всего. Мы можем говорить – это тепло, это холодно и так далее. Это будут выражения, где надо предикат какой-то ставить. Си большое. Вот. И тут нету пропозиции, что мне холодно или что мне тепло. Ну, вот смотрите, я нашла как раз вот у Вильямсона, где вот он как раз действительно терминологию объясняет. Когда вот он говорит о случаях, то есть это вот фактически речь идет о возможных мирах, о центрированных. И вот условия, они у нас, вот как он пишет, да, они там специфицируются, да, уточняются вот этими самыми Z-клоус, то есть вот что. То есть я убежден, что, и вот то, что дальше, это вот у нас это самое условие. И вот пример. То есть условие, что агент счастлив, имеет место в случае альфа тогда и только тогда, когда в альфа агент этого самого альфа счастлив в момент времени, и вот состояние этого альфа. То есть в принципе, оно похоже на пропозицию. По тому, по крайней мере, как оно функционирует в рамках языка. Но, соответственно, он, конечно же, не является пропозицией. Ну, и тут вот, соответственно, дальше он разбирает про условия в узком смысле и в широком смысле. Ну, когда C, это имеется нечто. А когда P, это я нахожусь в том или ином нечто. Ну, мне кажется, что здесь можно стандартное разграничение предикативного и пропозиционального знания. Там, где мы имеем форму «знает, что Пи» это классическое пропозициональное знание, которое определяется через три пункта. которое можно назвать мнением, так как оно имеет пропозициональную доксическую форму. А когда C, C, то мы не можем говорить, что это знание в классическом смысле слова, это наличие некоторого условия, там, феномена или еще чего-то. Но в таком случае, если мы берем ментальное, то надо, видимо, занимать прямо противоположную позицию, что в случае ментального знания, если мы говорим о ментальном Пи, маленьком, никаких фактивных оснований быть не может. это не фактивные основания, если имеется нечто, что я переживаю тем или иным чувством, никакое не фактивное. у меня на самом деле был еще не вопрос, сомнение такое, когда смиссис пытался фактически обновать, в общем, вывести предел погрешности для, ну, в общем, против блестящих состояний аргумента Беркера, он разбирал там пример с вот этой вот курочкой пеструшкой о том, что как, в общем, там было, что когда мы видим, что у курицы там три пятна, то мы действительно можем быть убеждены в том, что мы видим, что мы видим, что у нее есть там три пятнышка, а вот если мы у нее есть сорок восемь пятнышка, которые мы вроде как бы действительно зрительный опыт, зрительное восприятие у нас имеется этих сорока восьми пятнышек, но мы не занимаем вот эту самую позицию для того, чтобы быть обоснованно убежденными в том, что мы действительно наблюдаем, видим там эти сорок восемь пятнышек. Он говорит, что это вот версия, ну, то есть вот этот аргумент, он у Эрнесто Соса взял версию этого аргумента, проблемы, точнее, вот, и он пытается потом немножко эту проблему изменить для того, чтобы сделать ее, как сказать, более, в общем, применимой к несколько другим случаям. и вот приводит пример с развлечением красного цвета, то есть мы когда говорим, что если я вижу красное что-либо, то тогда мы действительно находимся в позиции, занимаем вот эту позицию, быть обоснованно убежденным в том, что я вижу красный цвет, но когда мы говорим о некоторых определенных оттенках красного, то есть красный там, ну, что тут, 48 и красный 49, которые очень близкие, опять же, вот эти вот самые близкие схожие случаи, они очень похожи друг на друга, мы не можем их различить, когда нам предъявляют последовательно, точнее, когда их предъявляют вместе, мы можем сказать, что это два разных оттенка красного и указать, какой из них там красный 48, какой красный 49, а когда нам просто покажут какой-то оттенок, мы, соответственно, не можем сразу сказать, что вот, да, я там вижу красный 48, и, соответственно, вот он пытается решить эту проблему, ну, в общем, переформулирует эту проблему курочки в цвета, у меня, соответственно, возникает вопрос, а вообще это удачный способ переформулировки проблемы или нет, ведь в случае с курицей мы прекрасно можем взять и пересчитать эти пятнышки на самом деле, то есть мы можем взять двух агентов, условно говоря, один агент посчитал 48, второй агент посчитал 48, замечательно, с цветами так можно сделать. По-другому, да, с цветами совсем по-другому, если я потру свой глаз определенным образом, я увижу этот самый феномен, который называется красным. Вот-вот, потому что цвета же нету, то есть пятнышки на курице-то есть, а цветов-то у объектов нету. Поэтому абсолютно все ментальное знание должно иметь нефактивный характер. Мне кажется, что вот в этом случае тут скорее речь идет о том, чтобы без использования специальных операций дополнительных на основе только вот этого вот одного ментального состояния человек либо обладал бы вот этим обоснованным убеждением, либо знанием, можно сказать, либо не обладал бы. То есть в случае с красным 48 и красным 49 мы же тоже можем путем каких-то дополнительных операций убедиться в том, что мы действительно видим красный 48. Например, если у нас есть в кармане образцы этих оттенков, и мы можем достать и сличить, и сказать, что нет, вот этот красный совпадает с красным 48, а с красным 49 не совпадает. Но не доставая этих образцов, мы не будем иметь этой уверенности. И мне кажется, что образец и пересчитывание пятнышек это как бы аналогичные операции. Но вот для того, чтобы видеть красноту, не надо, чтобы существовало красное. Можно тереть глаза, можно воздействовать электротоком на не имеющий сенсоров мозг. Да, конечно. Но я думаю, что им можно воздействовать электротоком на мозг так, чтобы 48 пятнышек казались бы 49 или даже 6-10. Суть не в том. Суть в том, что когда мы находимся в обычных эпистемических условиях, то есть тех, которые мы признаем, мы сами признаем нормальными, когда мы не трём себе глаза и по крайней мере нам самим ничего не известно о том, чтобы кто-то воздействовал на наш мозг, тогда мы доверяем своим органам чувств настолько, чтобы в некоторых случаях сказать, что да, вот я это вижу, то есть я это знаю, а в других случаях сказать, что вот я вижу, но не могу с уверенностью сказать, что. Я знаю, что вижу красное не от того, что я вижу красное, не от того, что есть феномен красного, я знаю это по другим причинам, тут какие-то условия, которые надо описывать, там стулья, столы, приборы, отсутствие приборов и так далее, это всё фактивное знание. Никто всё равно кроме меня фактически узнать, воспринимаю я красный 48 или нет, не сможет, потому что цветов у объектов объективно нету. Тем не менее, у них есть поверхность, которая по-разному отражает волны, и с помощью прибора ты можешь определить красный 48 или красный 49, только это не обозначение цвета, а обозначение длины волны. Это достаточно объективная характеристика. Более того, если просто дать тот же самый образец другому агенту и сказать, вот, посмотри, это тот же самый цвет или нет, ну, то есть, там, какой-то объект, который имеет этот цвет, и вот образец, который агент достал из кармана и дал другому агенту, другой агент может сказать, что, да, это один и тот же цвет, это красный 48. То есть, конечно, да, можно говорить о том, что цветов не существует, но это не, это не помогает в выяснении, в чем тут проблема. а разве пятна на курице могут быть восприняты не потому, что они по цвету отличаются, чем остальной окрас курицы? Да, только весь разговор о цвете, это, на самом деле, разговор, ну, как бы, удобный для нас с фрагматической точки зрения. На самом деле, это не о цвете, конечно, речь идет в вопрос того. Да, но восприятие света, ведь, зависит не только от длины волны, а еще и от химического состояния, химбалансного состояния организма. Разные люди воспринимают цвет по-разному, даже в зависимости от возраста, например, молодые люди ярче цвета видят и так далее. То есть, ощущение света, цвета и длина волны это не тождественная штука. Если вся курица выкрашена в красный 48, а пятна у нее цвета красный 49, у нас нет смешения двух примеров. Правда? Здесь же ведь суть этого примера в том, чтобы уметь отличать, то есть, можем мы отличить красный 48 от красный 49 или нет? Можем отличить пятна на курице от курицы, ну, то есть, отличить курицу с пятнами от курицы без пятен или нет? Без разницы, какой агент. Видит он действительно красный 48 как красный 48 или он видит его как красный 48 для человека, которому уже 278 лет, допустим. разница совершенно. Главное иметь возможность заключать, то есть, иметь возможность обосновать свое убеждение. Имеется ли эпистемическое условие или не имеется? Ну, в случае курицы достаточно просто. Курица, она, как бы, существует реально и дана нам в чувствах. А в отношении ментальных состояний, в которых мы находимся, я нахожусь в ментальном состоянии А или я нахожусь в ментальном состоянии Б, у нас никакого нету чувства. В отношении курицы у нас все чувства работают. А в отношении ментальных состояний ни одного. Абсолютная темнота, абсолютная тишина, абсолютная пустота. в том, в каком случае зачем проводить различия, которые проводятся в статье между эпистемическим и таксистическим. Потому что эпистемическое предполагает, что у агента имеется обоснование, ну, возможность обосновать вечно. А такса стическая предполагает, что не только имеется возможность обосновать, но еще и агент действительно убежден в том, что он может им основать Ну, честно говоря, я затрудняюсь. Зачем это требуется? Не совсем понял. Это может обязательно разграничение, аргументация статьи не будет проводить. Насколько я понимаю, это разграничение нужно для того, чтобы преодолеть как раз вот этот разрыв между фактивными и нефактивными ментальными состояниями. Потому что, насколько я поняла аргумент Уильямсона в этом изложении, если как-то коротко и грубо изложить вывод из него, то он состоит в том, что из нефактивных ментальных состояний мы никак не можем слепить знания. Вот ну вообще никак. И поэтому знания, то есть раз мы хотим предполагать, что какое-то знание у нас все-таки бывает, мы должны предполагать, что оно изначально лепится только из знания. То есть, что есть какой-то, то есть, что вот сами свидетельства какие-то элементарные, они уже являются знанием. И таким образом вся игра эпистемологии, она как бы на поле фактивных ментальных состояний происходит, никуда из этого поля не выходит. А Смиссис, значит, пытается защитить вот этот нефактивный ментализм путем введения вот этого разграничения. То есть, он говорит, что мы можем переходить между полями знания и полями вот этих вот нефактивных свидетельств. И, значит, мы сами не замечаем, когда. То есть, и мы знаем о том, что мы можем это делать и сами не замечать, когда. И в этом и состоит, значит, в этом и состоит объяснение ситуации, предлагаемой Вильямсоном. Что вот мы, значит, мы говорим, что да, наше состояние может настолько тонко, настолько градуированно изменяться, что, значит, вот в какой-то момент, значит, там, Т нулевое мы обладаем знанием, а в какой-то момент ТН мы можем, обладая тем же самым убеждением, знанием уже не обладать, потому что убеждение будет уже ложным, потому что у нас, значит, ограниченная способность к дифференциации. И мы сами об этом зная, мы можем таким образом и, значит, позволить себе думать, что мы имеем какие-то знания где-то, когда-то, и в то же время позволить себе думать, что, значит, некоторые наши свидетельства знаниями не являются. Как-то так я это поняла. Ну, хотя вообще для меня тоже все это было очень нудно и странно. Там у Вильямсона в конце книжки, как раз в его основной про знания и границы знания, речь-то как раз и идет о том, что он доказывает, что знание агента, оно тождественно всей совокупности свидетельств, которые у агента имеются. Соответственно, вот из того, что Аня-то сейчас сказала, фактически, да, оно так и должно быть. То есть сторонники фактивного ментализма, то есть Уильямса, отождествляют знания и свидетельства, а сторонники нефактивного ментализма, то есть, соответственно, Смиссис в частности, как раз-таки знания и свидетельства они разводят. Просто для сторонника нефактивного ментализма или, в общем, какой-то подобной точки зрения существует же как бы еще и третий вариант – пожертвовать знаниям, сказать, что у нас вот есть только, значит, кажемости какие-то, нефактивные вот эти ментальные состояния. Мы можем иметь какие-то обоснованные убеждения на основании этих кажемостей, этих вот свидетельств. Но поскольку мы никогда не можем, значит, мы никогда не можем в точности сказать, какой реальный там процесс или объект, или свойство объекта за этими свидетельствами стоит, то, строго говоря, у нас никаких знаний-то и нет. И таким образом мы сваливаемся в скептицизм. И, в принципе, это как бы, ну, тоже с некоторой точки зрения вполне такая уважаемая, последовательная позиция. Ну, просто, видимо, заниматься эпистемологией не очень удобно, если ты скептик. Ну, да, это, в принципе, вообще странно, если ты скептик и собираешься чем-то вообще заниматься. Ну, Вильямсон, фактически, да, он прям явно против скептицизма, против подобных позиций. Ну, потому что фактически иначе, как бы, да, единственное следствие, которое нужно из этой позиции принимать, нужно отказываться от занятий эпистемологией, там, философией сознания и так далее. Но, как бы, самому себе противоречить не надо. Поэтому вряд ли бы он такую позицию, вот, третью, смог бы занять. Но, опять же говорю, я когда-нибудь дочитаю до конца книжку, может быть, мне станет понятен. Вот, я не знаю, имеет ли, правильно ли об этом говорить, но пока я читала вот эту статью и пока я слушала доклад Оли, я как-то, ну, в силу контекста своих последних занятий постоянно сравниваю позицию Уильямсона, позицию Смиссиса, который излагает Уильямсона и спорит с ним, с позиции Хинтики. Он же тоже, в общем, он тоже говорит, что традиционная эпистемология построена неправильно, но он не предлагает ее строить исключительно на понятии знания. Он предлагает строить ее на понятии информации, которая понятия, он, значит, противопоставляет и понятию знания, и понятию убеждения. И вот, значит, таким образом он по-своему выскакивает из вот этой проблемы фактивности и нефактивности, потому что он говорит, ну, информация, ну, она, вот, значит, в какой-то момент она может быть принята нами как достоверная, в какой-то момент мы, значит, в свете какой-то новой информации можем переоценить ее и, значит, сказать, что она вот уже, значит, не кажется нам такой достоверной, а понятие знания, говорит он, представляет собой понятие из области прагматики вообще. Знание – это такая информация, которой мы на основании своих, значит, прагматических критериев согласны доверять и больше не исследовать этот вопрос. То есть знание – это то место, где мы согласны остановиться. Так он говорит. Ну, интересная на самом деле позиция, может быть, в какой-то мере даже довольно оправданная, если смотреть так с точки зрения именно агентов и способностей агента к познанию и прочему. Но не знаю, опять же говорю, Уильямсон, мне кажется, здесь будет прям сильно против. Хотя я говорю, опять же, повторюсь, это, наверное, надо до конца все-таки книжку дочитать. Да, забавно, что вот эти все великие реформаторы никогда друг с другом не говорят. Ну, в принципе, насколько я знаю, ну, понятно, что Уильямсон Хинтик это читал и так далее. Честно, не помню, ссылается он где-то на него или нет в плане обсуждения или не ссылается. Но, в принципе, как бы с учетом того, что это же самые аргументы антисветимости, просто несколько в другом формате, тот же самый Уильямсон использует для того, чтобы как принцип опровергать. Фактически, в общем-то, из эпистемической логики, там, Хинтика, все дела. То я думаю, что читал. Наверняка где-то что-то у Уильямсона про информацию тоже есть. Вряд ли бы он обошел этот вопрос вниманием. Но, опять же, верно, надо дочитать, тогда я смогу что-то более содержательное по этому вопросу сказать. Может быть и так, что теория семантической информации Рудольфа Карна просто лучше работает в техническом смысле слова, в смысле логической проработки, чем размышления о знании. Поэтому, может быть, Хинтика и перешел на информацию, чтобы формализовать свои рассуждения. Ну, я хотел сказать, что теория информации дает еще один инструмент, наряду с эпистемической логикой, для того, чтобы анализировать проблемы познания. Так лучше. Никому не кажется, что вот это вот разделение, которое делает, я все-таки буду говорить, смитис, а не смитис. Смитис в этой статье на эпистемическом, ну, вот между эпистемическим и доксистическим, что это разделение как раз-таки соответствует принятию КК-принципа, потому что, если мы... Ну, то есть, вот эпистемическое условие, оно же предполагает, что у нас есть... Ну, то есть, у агента есть обоснование, а доксистическое, что это обоснование реализуется, да, и агент действительно формирует некоторое обоснованное убеждение на основе этого обоснования. Да, вот, АКК-принцип бы как раз предполагал, что если агент... Ну, то есть, если мы принимаем, вот, с одной стороны, Вильямсонский подход к тому, что у нас всякое свидетельство является знанием, как бы базовое понятие, то получается, что тогда у нас есть знание об обосновании, а раз у нас есть знание об обосновании, то тогда у нас есть знание в принципе. Ну, то есть, знание, которое из этого обоснования должно быть выведено, вот, с точки зрения доксистическому условию, которое автор здесь предлагает. Мне кажется, можно было бы попробовать рассмотреть вот эту статью, как попытку реабилитировать АКК-принцип. Ну, а если по поводу Хинтики, например, говорить, то, насколько я понимаю, Хинтика однозначно не привязывался к АКК-принципу, потому что он, по-моему, писал о том, что АКК-принцип работает только в очень сильных и даже, в каком-то смысле, идеализированных теориях. Ну, то есть, принятие АКК-принципа предполагает, что понятие знания описывано не то, которое мы вот обычно используем. Да, да, совершенно точно так и есть у него. То есть, он использовал АКК-принцип в своей вот этой вот ранней эпистемической логике, которая в 60-х годах он ее развивал. Во-первых, он уже тогда писал, что да, это очень сильно, сильно идеализированное понятие знания, и даже некоторые контринтуитивные выводы из него следуют. Он даже показывал, как. Вот. И в дальнейшем, когда он стал использовать понятие информации, предпочитая его понятию знания, в частности, он говорил, что да, в том числе еще и потому, что вот значит, философское использование понятия знания чаще всего подразумевает вот этот АКК-принцип, а он ну вот в том, что называют знанием нормальные люди, в кавычках, он совершенно не работает никак. Вот. А по поводу того, что было сказано о значит, вот о разделении доксастических и эпистемических условий, я тут подумала тоже об этом немножко раньше. Мне кажется, что тут есть один тонкий момент, который не позволяет так однозначно вот все это понимать, потому что значит, фактивные там вот определение фактивного ментального состояния, там использовалось понятие причинности, то есть фактивное ментальное состояние определялось как значит, какое-то ментальное состояние, причиной которого является некоторый факт. вот а значит, если мы говорим об обосновании, то там собственно говоря понятие причинности это ведь не работает. Если у нас есть основание и мы знаем, что мы убеждены в чем-то на основании этого основания, извините за тавтологию, то мы это знаем как-то иначе, чем если мы знаем о том, что мы имеем какое-то ментальное состояние, убеждение или другое по причине какого-то внешнего факта. Если бы обоснование могло бы работать как причина, тогда знание об обосновании оно действительно являлось бы также фактивным состоянием и тогда какой принцип можно было бы из этого вывести. Но это не так. Да, золотые слова полностью поддерживаю. Обоснование и причинные отношения они как-то не контактируют. Ну а как тогда можно объяснить рассуждение в духе Мура? Ну это уже скорее такой парафраз в более современном контексте. Я вижу, что идет дождь, но как мне кажется, я в это не верю. Ну вот опять же, если можно опять же привлечь Хинтику для ответа на этот вопрос, у Хинтики есть очень простое рассуждение, которое не требует отсылок никакой его философии, эпистемологии, эпистемической логики по поводу того, что такое вот этот парадокс Мура. Он говорит следующее. Он говорит, что парадокс возникает не из-за ну то есть не в самой ситуации, которая описывается вот этим высказыванием. Я вижу, что идет дождь, но я в это не верю. Парадокс возникает в момент произнесения этого высказывания агентом, потому что произнесение фраз типа «я вижу, что идет дождь» имеет прагматическую импликатуру, которая значит включает в себя «я верю, что идет дождь». Ну или там любая другая пропозиция вместо «идет дождь». И таким образом возникает противоречие. В моем парафразе как раз сначала есть указание на какую-то фактичность, что-то фактивное, а потом есть нефактивное, где сначала я говорю «я знаю, я вижу, что идет дождь». Это нормально все прямо там у Оли на слайде было по поводу того, что агент видит, что «п» к фактивному относится, а потом вторая часть говорит о нефактивном, но как мне кажется, я в это не верю, это уже нефактивное. То есть тут получается, что я как бы выдумал в окно, увидел, у меня есть обоснование, и оно служит причиной того, что у меня должно какое-то убеждение сформироваться, и оно видимо формируется, но при этом я как бы закрываю у него глаза и выдумываю вместо него что-то другое. Ну вот, если использовать объяснение хинтики, то первая часть значит имеет импликатуру, то есть я вижу, что идет дождь, имплицирует «я верю, что идет дождь». Значит обоснование является причиной? Нет, нет, не в фактах имплицирует, а в высказываниях. То есть когда человек говорит «я вижу, что идет дождь», человек, который его слушает, из этого выводит, что он подразумевает также «я верю, что идет дождь». Может быть это и неправда, но как бы это правило коммуникации что ли. И когда после этого он говорит «мне кажется, что я в это не верю», он нарушает не логику мышления, он нарушает логику коммуникации. Издевается, проще говоря. Не, но он же говорит, что «мне кажется, это уже не фактивное». То есть может быть он на самом деле в это верит, но ему кажется, что он не верит. Ну, в этом случае мне кажется, следовало бы его, то есть высказывание этого человека воспринимать согласно вот этим предложенным прагматическим импликатурам, как сигнализирование о том, что у него что-то не в порядке с головой, потому что вначале он сказал, что ну, то есть вначале он сказал что-то, из чего собеседник может вывести, что он должен, то есть он сам, сам вот этот агент, который говорит, он признает, что он должен верить, но после этого он говорит, но мне кажется, что на самом деле я не верю. Образуется некоторый конфликт, конфликт, и он этот конфликт как бы озвучивает. Тут можно выстроить так примерно. Кажется, идет дождь, кажется, я не верю, что кажется, идет дождь. Здесь может и неформально логическое, но какое-то противоречие зарыто. А вам не кажется, что опять же, когда я говорю, что я вижу, что идет дождь и так далее. Я говорю о внешнем мире, я говорю о некотором факте, собственно говоря, фактивное состояние. Но когда я говорю, что мне кажется, что я в это не верю, я говорю не о внешнем мире, я говорю о своем собственном внутреннем мире, о своем ментальном состоянии. Нет, нет, если кажется, идет дождь, я говорю и о том, и о другом. Вот в вашей версии да, а я имею ввиду версии льва. То есть То есть первая часть она говорит о мире, вторая часть она говорит о мне, о самом. Вот как я понимаю, Лев именно это и имел в виду. Вот Хинтика бы на это возразил, что когда, значит, агент не только как-то воспринимает этот мир, но и даёт себе труд высказываться о том, как он его воспринимает. То есть он говорит, я вижу, что идёт дождь. Это означает, что он обладает такими свидетельствами, которые достаточно весомы для него, чтобы не только самому посчитать, что дождь действительно идёт, но и попытаться убедить в этом других. То есть он берёт на себя, агент вот этот, какую-то ответственность перед другими за силу, своих свидетельств. И это значит уже, что у него, то есть, что он и за свои внутренние состояния тоже берёт на себя ответственность перед другими. То есть если ты говоришь другим, что идёт дождь, то ты должен хотя бы сам в это верить. Вот лично для меня здесь относительно видения есть следующая проблема. Вот когда я рапортую о самом себе, что я вижу что-нибудь, то всегда есть очень серьёзная опасность того, что я в этом не вижу, а мне просто так кажется. Когда я выглядываю в окно и говорю, я вижу, что идёт дождь, это утверждение не в окружающем мире, это утверждение о том, что есть некоторый агент, он смотрит на окружающий мир и он видит. Ну нет, вот как это сказать, в классической философии сознания принято считать, что глаголы «видеть» и подобные – это так называемые глаголы успеха, типа «найти». То есть если я чего-то ищу, вовсе не факт, что я это когда-нибудь найду, и может быть этого и вовсе нет. Я могу искать единорога, например. Но если я говорю, что я нашла единорога, то уже не может быть вопроса в том, существует ли единорог, единорог ли то, что я нашла. То есть я могу ошибаться в том, что я его нашла, но если истинно, что я его нашла, значит он действительно существует, это действительно единорог. Так вот, чтобы было истинно, что ты нашла единорога, Это тогда должно быть отношение между агентом и некоторым окружающим миром. Но это факт именно относительно агента. Я тут еще тоже вспомнила про то, что Лев сказал. Есть же это не заболевание, а какая-то проблема с мозгом у человека, когда он что-то типа избирательной слепоты, когда он, например, видит объекты в правой части от себя справа, но не видит объекты слева. То есть, условно говоря, там какой-то пример, ты же был что-то, он стоит на площади, он видит, если на площади стоит какая-нибудь статуя, если он стоит и смотрит на нее правым глазом, он ее видит. Если вы повернете его левым глазом, он ее не видит. Вы обратно его поворачиваете правым глазом, он смотрит на эту статуи, он ее видит. Он не о мире действительно говорит, он о себе говорит. Ну, он говорит о себе, но тем не менее посредством этого говорения о себе он также говорит и о мире. То есть знание – это же тоже глагол успеха, я знаю. Это означает, что у меня не только есть какое-то представление, но и это представление действительно имеет место. То есть предмет этого представления действительно имеет место. Было бы, конечно, гораздо удобнее всё это дело различать. То есть, скажем, говорить «вижу» тогда, когда имеется в виду, что мир действительно таков, и говорить какое-нибудь другое слово, когда непонятно, таков он или нет. Но такого другого слова как-то нету. Потому что, когда мы говорим «кажется», мы уже подразумеваем, что мир, скорее всего, не таков. Ну да, но с другой стороны, как бы вполне возможно, это просто сложности с нашим способом говорения. То есть, условно говоря, в эти же самые эффективные ментальные состояния относится не только глагол «видеть», но и там глагол «помнить». То есть, если я помню, что, не знаю, пи какое-нибудь, что там, не знаю, какая-нибудь война началась в таком-то году, то предполагается, что, опять же, эта война действительно началась в таком-то году, и я действительно это помню. А вот если мне кажется, что я помню, опять же, у нас появляется нефактивное ментальное состояние. Но уж как бы всем давно известно, что память вообще, как бы, это эмпирический факт, опять же, вот этот самый, что на память-то надежды никакой нет вообще. Фактически, единственное ментальное состояние, о котором можно вести речь, которое могло бы нам действительно гарантировать истинность того, что происходит, это только знание. В классическом смысле видеть то, как Аня сказала, что вот глагол «успеха», да, но отлично, как бы, оно не работает, если мы посмотрим на все вот многообразие того, что происходит с мозгом людей. Про память – то же самое. Еще про какие-то примеры, которые можно привести. Все не работает. Фактически, единственное, что остается, это знание. Собственно, Грау Уильямсон и пытается это доказать, что знание – это тоже ментальное состояние, и никаких сложностей нет. Эта смесь здесь в рамках эпистемологии, опять же, рассматривает этот аргумент в качестве попытки провернуть фактивный, нефактивный менталист. Сам Уильямсон, когда пишет в книжке своей, он пишет как раз-таки о том, что почему мы начинаем всегда с убеждения, а не со знания в рамках традиционной, там, картезианской, интерналистской концепции, философии и так далее. Потому что знание не считается ментальным состоянием, оно не считается чистым ментальным состоянием, потому что у него имеется вот эта самая фактивность, оно связано с истинностью. Значит, оно уже как бы нечистое и так далее. Собственно говоря, вот чистое ментальное состояние, вам, пожалуйста, убеждение, потому что оно с истинностью не связано. Может быть, как истинным, так и ложным. Вот фактически он пытается показать, что вот это самое основное свойство как бы ментальных состояний, нефактивных якобы, это их прозрачность, это их светимость, светящаяся, ну да, светимость. Вот, собственно говоря, ничего подобного, она и у них отсутствует, поэтому и знание обвинять в том, что оно не светящееся, смысла нет. Фактически ни одно ментальное состояние, кроме там каких-то базовых, тривиальных, светящимся не является. Поэтому ничего не стоит на пути между тем, чтобы признать знание, собственно, тоже ментальным состоянием. Да, и в этом контексте знать, на самом деле, можно очень мало чего. Ну, то есть, например, можно знать, кем я являюсь. Но если мне по башке очень сильно дадут, то я и это не знать буду. Не буду знать. Вот. Вот поэтому мне гораздо больше нравится Хинтика, потому что у него вот это его понятие информации, которое не требует таких больших, в общем, к нему не предъявляются такие большие требования, как к понятию знания. И при этом оно выполняет, в общем-то, ту же самую работу, потому что оно тоже не является, ну вот, в эпистемическом смысле светимым. То есть, как это сказать? Я не всегда могу сказать в точности, например, какая степень надежности у моей информации, насколько я ей доверяю. Вот. Но при этом это понятие помогает описывать процессы, в общем-то, когнитивные процессы, которые люди совершают в повседневной жизни. И не требуется каких-то там жестких ограничений, что вот я могу знать только аналитические истины, а из эмпирических только кем я являюсь, да и то. По сути, только то, что я – это я. Так, может, даже я – это я. Это тоже иногда проблематично бывает. Аня, а у меня такой вопрос. Вот смотри, если ты говоришь про хинтику, про информацию, аж как он ее не определяет, а как потом описывает то ментальное состояние, в котором агент находится по отношению к информации? Я просто к чему? Что вот знание – ментальное состояние, да, то есть агент находится в таком определенном ментальном отношении к некоторому пи, что и так далее. Или там агент находится в ментальном состоянии под названием убеждение, то есть вот он находится в определенном отношении убеждения к этому самому пи и так далее. А с информацией что? Вот это абсолютно аналогично и параллельно рассуждения идут. То есть как Вильямсон, который выбирает в качестве примитива понятие знания, в смысле в качестве базы понятия знания, и говорит, что это примитивное понятие, его не надо анализировать. Как скептики, которые выбирают понятие убеждения, говорят, что вот это тоже примитивное понятие, его не надо анализировать, не надо там никаких нам обоснований, все это от лукавого. Просто оперируйте убеждением и все. Точно так же и Хинтика. Он говорит, а не надо вот ничего придумывать. По отношению к информации агент находится, то есть отношение агента к информации – это отношение информированности. Агент информирован там о том, что идет дождь, но он не информирован о том, что, например, дождь будет идти и завтра. Ну, в общем, как-то так. Ну, то есть это своего рода еще плюс один пример, иллюстрация того, какие ментальные состояния могут быть. То есть можно быть в состоянии знания, может быть в состоянии убеждения, может быть в состоянии информированности. Я правильно поняла, да? Ну, вот как Хинтика говорит, нам вообще не нужно никакое… Ну, то есть, как сказать, понятие информации, он на самом деле его не использует, как понятие из области философии сознания. Он его использует как понятие именно для эпистемологии. Он говорит, ну ладно, если вам хочется поговорить о сознании, ну, говорите об убеждениях, говорите о каких-то факторах, которые повышают или понижают убежденность. Пожалуйста. Но, говорит, к эпистемологии это все не имеет никакого отношения. Точно так же, если вам хочется поговорить о практике, вы можете использовать понятие знания, но вы имейте в виду, что по отношению к эпистемологии это понятие внешнее. То есть вы его притаскиваете из практики и говорите, что вот, значит, вот у нас тут есть разная информация в эпистемологии, и вот есть хорошая, практически полезная нам информация, которую мы будем называть знанием. И все. Вот мне почему-то кажется, что Хинтика опирается на понятие информации Рудольфа Карнапа и Бархидлова, и информация определяется через обратный логарифм к вероятности, через теорию вероятности. Он много говорит о вероятности, но я не знаю, в общем, во-первых, я не знаю, есть же много разных подходов к пониманию того, что такое, собственно, вероятность. И вот, скажем, подход Байеса, он очень сильно критикует. В общем, насколько я его поняла, там, значит, есть у него такие претензии, что когда люди пытаются как-то численно оценивать вот эти вот вероятности, условные вероятности и так далее, то не идет у них... В общем, не учитывается то, что информация приходит из разных источников, и надежность этих источников тоже разная. И она как бы не дана нам априорно, а она как-то присваивается этому источнику агентам, в том числе и в зависимости от того, что этот источник сообщает агенту. То есть существует обратная связь. Я не знаю, есть ли это у кого-нибудь еще до хинтики. Сомневаюсь, на самом деле. Ну вот Рудольф Карнап вроде бы занимался логической теорией вероятности. Даже если у нас нету, так скажем, изолированных численных оценок, мы можем сравнивать по принципу больше и меньше и выстраивать рассуждения соответствующим образом. Ну интересно, вот это было бы интересно посмотреть, да. По информации гиброметцентра «Я – это я». Интересная информация. Мне кажется, не очень следует этой информации доверять. Не слишком она обоснована. Ну если брать по понятию «я», то я уверен, что я много раз становился не я. Если пойти в область философии и сознания, то там существуют такие явления, как деперсонализация, дереализация. Там вообще всё очень у людей плохо. С сознанием, что «я – это я». У каждого человека это иллюзия, что есть какая-то нитка, которая связывает человека, оставляя его тем же самым. Ну есть какие-то структурные подобия между мной и мной же в детстве. Ну что-то общее есть, я не стану спорить. Но говорить, что это одно и то же, было бы абсурдно. Вот опять же, если подойти к этому вопросу с точки зрения прагматики, то становится гораздо проще. Потому что для чего людям знать, что «я – это я»? Для того, чтобы другой человек, с которым я имею дело, также мог быть в этом уверен. То есть, если я сама в этом не уверена, как я могу другого в этом убедить? А другому быть в этом уверенным нужно для того, чтобы можно было координировать совместные действия. Потому что если мы сегодня с ним о чем-то договорились, а завтра я – это уже не я, как он может с меня спросить то, что я ему обещала. Поэтому я – это я в первую очередь с прагматической точки зрения. Согласен, согласен. И об этом же Юрген Хабберманск говорит. Другие многие, да. Может быть, немного по-другому. Внешний мир сохраняет эту тождественность. Каждый день смотрю в дверной глазок и стены в подъезде одного и того же желтого цвета. Хорошая идея. То есть модель мира остается одной и той же, поэтому одними и тем же остаюсь яхтой. Хорошая идея. Главное, легко объясняет, почему некоторые люди после того, как Советский Союз рухнул, покончили жизнь самоубийством. Разморить в другой стране мир изменился. Теперь отслужаем не они. Возможно. Вполне возможно. Ну, из этого не следует же, что надо непременно прекращать жизнь этого нового существа. Многопытно. Для них это было большим ужасом. Для кого? Если тех, которые были, уже нет, а те, которые есть, это уже не те, которые были. Ну, как бы кто-то умер, ну и ладно. А я вот появился, зачем мне себя убивать? Ну, жалко же того, кто умер. Да нет, это просто в мое зеркало залез какой-то чужак, и поэтому я окончил. черный человек. А никого не смущает такой вариант из того, что Лев предложил, что постоянность внешнего мира обеспечивает вот это единство и тождество я тем, что фактически мир-то воспринимает агент конкретный, то есть это мозг фактически. Мир может быть тот же самый, но опять же, вот как сегодня Илья приводил пример, что с возрастом восприятие цветов изменяется. Как бы тут не все так на мире-то завязано. То есть сегодня у меня желтые стены, а завтра у меня что-то... Был же этот аргумент с инвертированным спектром с философией сознания. А все, завтра я присылал, у меня зеленые стены. Мир-то остался тем же самым. У всех желтые, а у меня зеленые. Ну, значит, тебе в зеркало как раз в черт человек только самоубийство можно кончать. Ну, не знаю. По-моему, довольно очевидно, что мозг, он моделирует реальность, а совсем, ну, как бы, не воспринимает ее как вещи в себе. И поэтому, ну, как бы, да, действительно, такие эффекты постоянно могут происходить и будут происходить. А насчет того, что я — это я, ну, как бы, я — это мой мозг. Это очевидно. Причем мозг моделирует и образ я в том числе. А мозг еще постоянно меняется. Причем меняется часто полурандомно. Поэтому, ну, я не знаю, Лев, почему ты уверен, что я — ты — это ты. Может быть, пока ты говорил эту фразу, ты уже изменился. Недаром Гибер Митц этот прогноз давал. Илья, когда ты говоришь «я — это мой мозг», у тебя нарушается логика языка. Потому что как мозг может принадлежать тебе, если ты — это он? Ну, а не сваливаемся мы с такими аргументами в философии обыденного языка тогда? А что, там плохо? Не очень. Там ужасно. Еще хуже, чем черный человек в зеркале. Вот многие проблемы ментального возникают из-за того, что наш мозг не имеет никаких сенсоров. Ни красного, ни зеленого, ни теплого, ни холодного. Ни пространства, ни времени. Внутри себя. Он не может воспринимать себя абсолютно. А в отношении тела все в порядке. Тело мы можем воспринимать и свое, и не свое, и там любой объект мира и так далее и тому подобное. Мы можем подключить к мозгу какие-нибудь датчики. И эти датчики нам покажут, что типа все в порядке, просто вот там изменилось какая-нибудь там химическая или электрическая составляющая мозга. И теперь мы видим желтые стены как зеленые. И все в порядке. Я это по-прежнему я. И стены даже не перекрасили. И другие люди не сошли с ума. И ну просто просто вот в той части внешнего мира, которой случилось быть моим мозгом, что-то изменилось. то есть мне кажется, это не повод сходить с ума и качать жизнь самоубийством. Но если мы будем очень долго сидеть и очень мало спать, то тогда начнутся проблемы, от которых точно захочется сойти с ума и покончить с самоубийством. Золотые слова. Давайте тогда завершаться, чтобы завтра все утром проснулись живыми и здоровыми. И стены были одного и того же цвета. А то заседимся и стены станут зелеными.